Привет худеющим и сочувствующим. Знаете, речь сейчас пойдет об ограничениях в питании. И когда я говорил о том, что нужно себя ограничивать в каких-то там вещах, есть люди, которые писали, что... Вот, например, да, то есть я делал вареники и говорил, что я вареники на похудении практически не ел. Пишет женщина, а я ела вареники и на них худела. Говорит, я худела на варениках. Я говорю, ну окей, давайте разбираться, сколько раз в день вы их ели. Говорит, ну где раз в день? Ну раз в месяц я их ел. Я говорю, ну конечно, раз в месяц можно худеть на варениках. Понимаете, разница между ела раз в месяц и худела на варениках. То есть это совершенно разные понятия. Раз в месяц можно, все что угодно, можно позволить себе раз в месяц. Нельзя на постоянной основе, а раз в месяц можно. То же самое, когда мы говорим об ограничениях в виде мучного, сдобы, сахара и так далее. Вчера мне тоже пишет одна женщина, говорит, я считаю, что ограничивать себя нельзя ни в чем. Нужно есть все подряд, просто в ограниченных количествах. Я говорю, окей, можете есть все что угодно, но продукты, содержащие трансжиры, они ничего хорошего в себе не несут. Поэтому даже просто для здоровья, не только для похудения, есть тортики, печенюшки, фастфуды и так далее, это просто вредно. Она пишет, а я это и не ем. Никогда не ела, когда я худела. Я говорю, так значит, уже есть ограничения, значит, не все можно есть. Говорит, ну это я не ем, а все остальное я ем. Я говорю, так все остальное все едят. Вы понимаете, есть определенные ограничения, которые очень важны, то есть в виде сладкого, мучного и так далее. Хотя есть сладкое, которое да, можно, и есть мучное, которое иногда можно, но не на постоянной основе. Иногда можно все, в читмил. Мы поэтому устраиваем читмил, потому что читмиле можно по большому счету практически все. Так что, как сказала та женщина, худеть на варениках и есть вареники раз в месяц, это две большие разницы. У меня завтрак, овсяночка. Вчера я был в спортзале, сегодня у меня овсянка, то есть углеводы с утра. Кто скажет, что это большая порция, пусть пересмотрит видео, потому что у меня всегда одинаковая порция углеводов. Ровно 100 грамм сухой крупы. Здесь 300 грамм каши, значит, примерно, как я уже сказал, примерно 300 грамм каши, то есть 100 грамм сухой крупы. Всегда расчет идет у меня именно из этого. Всем приятного аппетита и вкуснейшего похудения.